Приветствую зрителей и подписчиков на моем канале. Сегодня будет необычный выпуск, скажем так. Выпуск будет посвященный собиранию в походы, но прежде всего это будет анонс ближайших выпусков. У меня отснято очень много материалов, очень много. Это и кропинская ГЭС с погружением под воду. То есть пересъем до внешних материалов, которые я хотел переснять в более хорошем качестве. Будет у меня поход на поднебесные зубья, первая часть. Я думаю там будет минимум 2-3 части этого похода. Сказочные конечно, красоты там. В общем, уже не знаю как это делать. Работа отнимает все силы и время. В общем, еле успеваю как-то за лето съездить отснять что-то. Монтировать просто времени не хватает. Ну вот сегодня я, скажем так, подготавливаюсь к очередному походу на поднебесные зубья. Первый у меня был разведывательный поход на сутки. Успел я там набегать почти четверть сотни километров за сутки. Много чего отснять. Много что показать. Ну и вот такой вот у меня будет инвентарь. Палатка двухместная. Спальный мешок пик 99 в компрессионном чехле. Так как в прошлый раз я сильно дал дубу именно на перевалах, когда спал. На высоте почти 800 метров над уровнем моря. Из-за холода я толком поспать не смог. Хоть был июль месяц, но очень холодно. Спальник у меня будет вот такой вот обычный. Ну и дальше пройдемся по инвентарю. Многие любят с собой брать в походы тесак, там штык-нож. Я вот беру вот такой вот бревочек. Мне больше и не надо. Ножик в нем есть, пассатижи есть. То есть если что, амуницию какую-то подшить. В первом походе я применял сухое горючее, эсбитовскую плитку. В этом походе у меня будет обычный газ. Вот такого типа. Старая газовая плита. Здесь же у меня автоаппарат, две карты памяти, пауэрбанк. Такой вот на 5, 18650 элементов. Для безопасности с собой беру и также для подачи сигналов в случае необходимости несколько ракет к сигналу охотника и непосредственно пусковое устройство с темляком таким вот. Далее. Моя, как всегда, походная аптечка. И сверху я ее дополнил еще противомозольным лейкопластырем. Ну, думаю, на 9 дней мне такого набора хватит. Далее. Прикупил, наконец-то, я прикупил такой вот чехолный рюкзак, который будет его защищать от воды. Потому что рюкзак, набравший воды, добавляет еще 5 килограмм веса. Две упаковки батареек непосредственно к фотоаппарату вот этому вот. А также я их буду использовать в навигаторе, чтобы не сбиться. Палки туристические, которые меня очень хорошо выручили в прошлом походе. Ну и сейчас перейдем непосредственно к питанию в походе. Не знаю, правильно взял, неправильно, но вроде по калорийности все верно высчитал. Ну что ж, переходим непосредственно к еде в походе. Так, начнем с того, что я из чего буду есть. Так, кружка пол-литровая, здесь галеты, адаптовица армейского ИРП, фарш колбасный. Так, ложку вот такую прикупил в одном из сетевых магазинов спортивных. Две или даже три одноразовых ложки. Металлические не беру. Две вот такие вот тарелки. Так, это у меня будет типа добавки. Основным блюдом типа китайской лапши и картошки. Вот такие вот колбаски. Их не плюс, что они 180 дней могут быть при комнатной температуре вылеживаться и открытые примерно два-три дня хранятся. Также будет вот такое вот мясо. Я думаю, будет видно. Сейчас я его в холодильнике храню, но буквально за день до похода он мне будет уже в рюкзаке. Вот оно. Тоже хранится что-то около двухсот дней при температуре комнатной. Потом, может быть, до трех суток хранится в открытом состоянии. Мясо свиное, вяленое. Это вот куриные. Тут же у у меня получается сухарики. Такие вот. Рекламу не буду делать. Что за сухарики? Ну вот покажу вот так. Чтобы немножко разнообразить какие-то супы, еще чего-то. И переходим непосредственно к рациону питания, который у меня будет в походе. Вот такая вот каша. Закроем моблему, чтобы не видно было. Тут у меня каша. Потом сахар, кофе, чай, сливки, какао, китайская лапша. В следующих вариантах у меня примерно все то же самое будет. Каша, китайская лапша, адаптовит, чай, который можно развести холодной водой. В общем, все вот примерно в том же самом репертуаре получается. Так, здесь у меня все это расписано по дням, чтобы блюда не повторялись никогда. Да, вот такие вот упаковочки у меня. Ну, это ни в коем случае не реклама. Просто у меня уже влом закрывать название продуктов. Ну и переходим к небольшой такой добавке к рациону питания. Это у меня смесь из орехов. Часть я покупал, часть я досыпал. Такие как кишью и фундук. А остальное это наборная смесь. Плюс еще какой-то вот такой шоколадный орех. Такой толстой грубой кожуре, которую ножом тяжело разламывать. Специальный ключ для них есть. Вот такие вот наборчики у меня получаются. Один такой наборчик на один день ходьбы. В общем, вот они у меня тут. Девять упаковок таких. Девять упаковок таких. Вот. Это у меня будет представлять еду. Ну, думаю, остальное я показывать не буду. Одежду, все остальное. Как всегда, это клещевой костюм. Противомоскитная сетка на нем. Капюшон. Насчет обуви я еще подумаю. В прошлый раз я ходил в кроссовках и в берцах. Можно сказать, я прошел все абсолютно в берцах. Они меня ни разу не подвели. Сейчас они сушатся на балконе после очередной стирки. Их надо будет пропитать кремом, чтобы они работали нормально на водоотталкивании. Ну, в этот раз, я думаю, также пойду в берцах. Кроссовки будут на запасе. Несколько пар сменного белья. Ну, и так по мелочи. В общем, надеюсь, вернусь удачно все отснявши. Никаких утрат у меня не будет. Ни по здоровью, ни по деньгам, ни по времени. Надеюсь, все удачно у меня служится. До новых встреч на моем канале. Подписывайтесь. Впереди очень много интересного.